всем привет мы на седьмом уроке по дженкинс на этом уроке вам расскажу про дженкинс сила и команд лайнд интерфейс что он нам позволит делать используя этот силой он позволит нам управлять дженкинс из командной строки все мы делали в принципе через юай через юзер интерфейс заходили на него и все мышкой сделали есть также возможность практически все это делать через командную строку также нам позволит писать скрипты для дженкинс это как бы ну вы можете автоматизировать некоторые вещи в дженкинс там не знаю билды допустим постройку там или билдов билд джобов постыка в общем короче кучу всего там добавлять юзеров удалять юзеров в общем много 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 всего backup этим каково джобом кстати можно взять вам покажу это очень просто делается в общем это классная классная штука стоит ее знать и также управлять этим дженкинсом можно будет локально сама из командной строки самого дженкинс сервер то есть вы как бы делаете login и ссс логин на ваш сервер дженкинс и запускаете команды и так же самое что самое класса принципе большинстве я вам покажу это управлять можно удаленно то есть из командной строки вашего компьютера не вашего вас windows linux абсолютно по барабану и у меня допустим минусе вам покажу как синдус это делать в общем абсолютно неважно то что вы будете мы будем использовать библиотеку на то есть клиент называющийся дженкинс минус силой . джер это java файл который можно будет скачать просто с нашего же дженкинс сервера дженкинс юрл это юрл вашего сервера то есть например вот один из моих примеров и чите пи айпи адрес 8088 спорт слэш дженнл пиджар слэш дженкинс силой джан в общем короче и вам тяжело будет запомнить это делать куда качать вам сейчас покажу откуда это качать не надо запоминать это просто я вам пример показываю так чтобы сейчас у вас в голове уже было название файла который вам нужно скачать с помощью этого файла мы будем запускать все команды я вам покажу как это делается все супер просто при просто ну ладно поехали так мы на наш дженкинс зайдем зашли на наш дженкинс и так куда сюда идем куда сюда идем идем вот сюда идем дженкинс менедж дженкинс и здесь внизу вы увидите дженс консилай вот дженкинс силой и тут витусе помните вверх откуда качать файлик дженкинс и лайджар ну что вот он есть видите здесь он есть здесь он есть и вот если внизу увидите нажимаю сюда и вот видите внизу снизу слева написано откуда скачать его так вот то есть все просто можете скачать его прям сразу сейчас на ваш компьютер нажимаем сайф файл вот у меня сейчас скачался вот у меня сейчас он скачался видите дженкин сила джар маленький такой 3 мегабайта с половиной в общем ништяк я вы сейчас скачал на свой компьютер и принципе сейчас я смогу уже запускать команды и чтобы управлять и дженкинсом со своего компьютера также файлик может скачать конечно же на сам локальный сервер давайте мы это прямо сейчас так и сделаем вот мы на дженкинс сервере и давайте скачаем это дело w get и так как мы на локальном сервере то есть можно это сделать другим как бы этим юрелом localhost 8080 и вот это название этот путь к файлику я писать чтобы не запутаться скопировать дженнл пипа джар короче об все вот он скачался сюда и принципе все можно запускать команды как эти команды запускаются запускаются они вот и вот так вот java потому что этот файлик запускается с помощью джавы джава должна стоять конечно же на дженкинс и стоит джавы джавы бы не работал минус джар дальше наш файлик дальше минус out это authentication уберем мышку что мешало вам дальше юзернейм ваш идет и дальше идет ваш паспорт здесь или и толкин кстати да часто часто мы я вам покажу как токены делать уже паролями желательно не использовать и сервис который используют ведь как в силой дженкинса не давайте ему порой чтобы он использовала дайте ему просто толкин какой-то создаетесь в общем короче продолжаем authentication юзернейм двоеточие паспорт минус с это connection string в принципе вот что такое мы коннектимся к чтите пи 2 . со касая localhost 88 то есть мы коннектимся к нашему этому компьютеру и дальше запускаем команду силой наконец-то же художник такая команда ху м ай что это команда должна выдать нам это как бы тест хороший всегда сделать если вы настроили все правильно все сработало или как бы то есть вам это команда должна выдать этот как он результат каким юзером вы у вас получилось от ути кейшин сделать но сейчас нажму into так как у меня нет такого юзера с таким юзернеймом их такого пароля только что да вы достаю ошибку эти бла-бла-бла короче бла-бла-бла в общем не чего-то не сработало что-то ну понятно что не сработало им как бы скажу и не сработало то что это как вот что юзерами этого нет давайте создадим юзера и сделаем у токена не парольную пароль ему сделаем и толкин я вам все покажу как это делается и попробуем запустить тоже команду еще раз так давайте сделаем юзера который будет которым мы будем пользоваться для команд силой выполнение может принципе моим юзером кажется пользоваться но я хочу сделать так чуть больше выучим более токен и всякое такое дела короче сюда иначе users create user давайте назовем его user силой вот так вы назовем сервис сервис блин мой сервис юзер вот так длинное дебильное название вы пароль сделаем простой паспорт 123 сарим паспорт 123 фулл нэм мой сервис сервис юзер и был бубла сервис короче май сервис юзера я создал юзера теперь смотрите мне нужно сделать ему только по идее есть пароль в принципе можно сейчас даже запустить команду дать попробуем вот ведь та же команда до название май сервис юзер это его юзер нэм и пароль я сделал password 123 вот такой то сейчас принципе можно запустить попробовать сработать или нет так видите все сработало не выждал ошибку теперь аутентикей с юзер нэм такой-то авторите саду тики короче общем все сработало можно использовать пароль ну я вам еще покажу другой вот эти кейш метод это использовать толкины желательно как бы ты как best practice использовать толкина не пароль то есть допустим сервис юзер и токены разные сделайте ему для разных там не знаю аппликаций и приложение претесь я нажму на него нажимаю configure вот эти токен и здесь нет кнопочки сделать new токен а почему потому что до один юзер не может сделать токен другому это типа супер секретно как и пароль вы не можем видеть то есть что мне нужно здесь нужно залогиниться сейчас как вот этот сервис юзер так что пошлите с логов мой сервис юзер роль спорт 1 2 3 идем тут даже дженкинс величь юзер сервис юзер конфигура здесь эти кнопки колос одни толки нажимаем и как напишем напишем его допустим толкин для токен 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 вон нет и все можно будет только другой мы не сможем кого только на ведь еще раз то есть его стоит где-то с записать такие запишу день на себе здесь на сторонке дальше от вас все записал короче если я делаю рефреш и здесь есть токен 1 и никогда не использовался и все нельзя его посмотреть вам уже отсюда здесь нажать сервис или сделать еще один токен короче теперь давайте сделаем ту же команду только теперь уже используя толкин стираем пароль и вставляем туда толкин наш блин только не скопировался нормально а вот скопировался все ништяк короче видите то есть запускаем java минус джар нас этот как вы клиенты силой а тут и кейшин юзернейм толкин и на вот эту и команду у м как видите тоже сработал теперь дайте вам покажу еще кое-что же намного и упростить немножко вам работу чтобы не всегда вписывать вообще в команде вообще как бы не вписывать командную строку вот это дело аннулировать это дело типа можно использовать этот environment variables то есть переменные это как в среды нашей я сейчас в линуксе дайте вам покажу как это делается в линуксе и это команда сейчас скопирую себе чтобы проще было в тысячу раз и нам нужно экспортировать 2 н варм создать двое environment в армии первое вот такое экспорт дженскин фьюзер айди это юзернейм готова а второе это наш толкин не пароль кстати не пароль вот наш толкин экспорт дженкин цепи итоги все как когда есть экспортировать это дело то есть они у меня сейчас есть это в моем environment variables можно показать даже и nv grab дженкин вот они видите здесь есть теперь можно запустить эту же команду только уже не писание прописывать вот это все то есть это команду то есть что мне теперь уже не надо мне вот это все не нужно все эти три команды много проще ну что как бы я типа в это как в среде сохранил свои креденшал все java минус джар дженкинс то есть как бы ничко запишите контент и короче автоматизируйте что значит что можно экспортировать свои эти какого креденшал и запустить команду и все когда вы убиваете сэшем все эти креденшал существ в общем запускаем также все работает вот так вот сюда и делаете и мы сейчас я запускал команды ты еще запустил команду локально ведь все локально теперь давайте то же самое сделаем с моего компьютера не локально уже а удаленно то есть вообще принципе нам отсюда сюда можно свалить больше не будем запас запускать команды локально мы теперь все будем запускать удаленно 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 мы скачали помните вот как вот файлик вот он дженкинс силой давайте откроем этот как у powershell в этом же месте вот мы повышал дир немножко мелкая надо или давайте немножко хотите увеличу properties фонд так чуть-чуть лучше доставок ништяк и как установить environment variables в этом как в windows и в принципе то же самое только чуть 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 то же самое только чуть по другому сейчас вам покажу мне готовая командочка есть в powershell делается так доллар и envy двоеточие название на рынке был и вели то есть чему оно будет равно готова и второе мы устанавливаем наш тот же толкин я сейчас это все удаленно буду делать все установили наш инвалид все теперь принципе можно запускать команды да можно просто запускать обычно команды и как его команды наш файлик здесь находится java у меня установит установлена ночь поехали java минус jar дженкинс jar минус с и connection string и чтите пидвай точка ская общая знать куда сейчас мы прям отсюда это и чтите пи дальше api 1352 106 248 это чего 8080 и команду кто мы хотим запустить ху м м ай готова я сейчас запустил со своего компьютера неважно где вы находитесь в мире при этом команду на своем дженкинс лугин принципе туда сделал получилось меня проверить лугин работает или нет как вы видите все мега красиво круто работает зашибись ну шоу какие команды у нас есть давайте посмотрим может быть запускаем пару команд то есть вы поняли как и настраивается это все все дело и как запускаются команды вот какие команды есть есть в принципе это вы поняли в самом конце команду всегда будете кстати после и конекса стринг и можно билдить и запустить и четче очевидец прикольная он сейчас покажу я вам покажу прикольно как сохранять уж чем я пользовался там get job и крейт джонг и тюнг джонг 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 из xml файло сейчас я вам покажу что это какой тапбэкап ваших джо было пусть all truly job-da deploy р—— или давайте май джонг джона провер난 да не знаю давайте найдем но от посмотрю что-то внем здесь всякие настроек видите от бутк скаи к какой то написано чем доземки могут быть очень длинный в принципе правильно ведь учивы чуть-чуть очень огромные и вам желательно доказаться сохранять или вы хотите на другом дженкинси такой же джоб сделать в общем короче вам нужно сохранить этот джоб в каком-нибудь файле как это делается может через села это все просто сделать вам принципе нужно сделать как типа экспорт всех этих настроек в файлик и мы можем это сейчас делать делаем мы берем эту же команду нашу только команда нихуя мои а есть такая команда дед джоб и название джоба как он называется my job number минус one название джоба мой джоб 1 и что мы с ним делать мы хотим его сохранить то есть или директ в файл допустим мая джоб май джоб точка x это формате xml нажимаем что он сделал сохранил морисы делаю делаете у меня в диркадо я делал прошлый раз был один файлик теперь два файла джоба джоба xml давайте его откроем что там внутри а вот что он вот что там внутри он сохранил все настройки абсолютно все настройки нашего джоба в файле вот видите мой скрипт здесь здесь вот есть и как вы десерта джоб всякое такое можно теперь this is first но можно изменить прямо здесь и вот здесь давайте чуть добавим как холл холл орунг он дэс свинк андет фон xml файл импорт я сила о круто такой большой мига книга текст сохраняем короче в общем нужно исправлять конечно может сохранять в общем что угодно и в общем что хотите здесь джоб сохраняется в этом как в xml формате теперь как этот xml формат то есть мы сделали принципе экспорт джоба как мы теперь делаем импорт в этом как его импорт делается принципе просто в линусе это вообще просто сейчас делается просто так вместо get job делается great great job и названию my job from силой то есть название кого делаете из какого файла взять вот так вот делается это делается в линуксе ну так как мы не в линуксе в windows и это не сработает редирект такой не сработать я не нажму сейчас увидите ведь он пишет что это эта фигня штучка редирект not supported это резервизировали будущего использования тупость конечно идиотизм полный ну что сделать есть workaround как говорится что workaround вот такой в самом начале мы делаем get команда этого powershell get content и какого файла вы назвали my job . xml и делаем pipe в крышку типа он типа читает какого этот файл и закидывать все что он прочитал вот в эту команду опускаем все что он сейчас сделал он сейчас по идее создал у нас дженкинс job вот такой то и он создал его используют файл с этими настройками то есть сейчас нажму здесь режешь мы увидим my job там бла-бла-бла давайте нажмем refresh и увидим вот он my job from силой и все посмотрим что там внутри там все те же настройки извините здесь из мой нот first job бла-бла-бла и скрипнуть с добавленной строчкой вот так вот чудно и можно же проверить и даже это все работает запустим его там меня всякая конечно ничего интересного а он сейчас не будет бежать почему да у меня эти ноды и как в эти там установлено что бежать только на этом как его на и дженкинс лайф вот там установлено бежать на дженкинс лайф с вот этим лейблом в бунтан сибул так как у меня дженкинс лайф сейчас они не работают поэтому он и не бежит ну мы можем это подправить зайдя сюда и просто restrict убрать это все где бежит пусть бежит где хоть вот уже и бежит ведь он уже бежит на самом мастере вовсе бежит 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 нужно посмотреть output ну там простая фигня короче ничего такого да сейчас он даст выдаст наш нашим последний сообщение там и добавили короче вот так вот и запускаются команды силой еще какие команды все хотите знать в общем заходите сюда дженкинс силой видите их целая гора вот так они запускаем показал как главное как они запускаются так вот можно все это делать здесь описывается что это такое в интернете она нажать даже будет на и думаю эксплуатации какой-то сейф риста 3 старт можно сделать удаленный quite down варшал пуды current version просто вершин я так понимаю этого давайте запустим вершин этого как вот дженкинс наверное версию давите дженкинс версия такая то в общем вот так вот запускаются команды эти что еще help можно запустить на и был джо дизайбл джо делать в общем как бы ключ в общем как можно короче вы понимаете что можно делать это как можно сделать скрипты которые будут запускать job брать видите а вот вот этого job а вот а ретри в консуль а вот автоматизировать многие вещи можно используя скрипты и дженкинс силой вот такие в общем короче такой урок как basic introduction как это использовать как это все работает и как видите еще токены вы увидите выучили в общем и все несложно и вот так вот эти джо бы импортируются и и экспортируются и импортируются и повторение в отличие важных вещей установка кредитов линукс производится двумя командами экспорт дженкинс андерского юзер андерского айди и юзернейм и толкин ваш экспортируется так-то и креденчал с windows powershell делаются вот так вот доллар энди дженкинс юзер бла-бла-бла и команда в локальном дженкинс и если вы на самом сервере то есть после того как установили к дэншинс делается так команда у нас и хуйной и на ремонт удаленном дженкинс и делается вот так вот так вот 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 Продолжение следует...